А что так гремит? Стекло, бутылки, остатки различной бытовой техники. Вот находили сейчас кинескопы, телевизоры. И, конечно, разнообразные отходы из пластика. Стаканчики, подложки, бутылки, а еще консервные банки, арголит и даже ДСП. А что собираете? Мусор, всякие там бутылки, банки, слофан и так далее. Ну, сильно вроде грязно? Ну, в некоторых местах конкретно грязно, в некоторых не очень. Ну, повсюду мусор валяется. Что мелкий, что большой. В городе уже официально и даже климатически стартовал купальный сезон. А мелководные пляжи-снежити буквально утопают в мусоре. По инициативе исполняющего обязанности главы Фокинской районной администрации Александра Гаврилова начинаем цикл экологических акций «Чистый берег». На призыв районных властей сразу откликнулись в железнодорожном колледже. Первый экологический десант высадился на берегу снежити, что возле объездной дороги между первым и вторым Брянском. Ну, оказался я по добровольности, с техникума. Знаю, что природу чистить – это хорошо. И вот решил помочь. Ну и как? Как тебе? Нормально. Позагорать можно. Теперь после уборки кроме позагорать можно и купаться. За час левый берег снежити от объездной до дачного поселка полностью освобожден от мусора. Я сегодня хотел бы, чтобы мы были услышаны всеми жителями, которые, отдыхая на природе, не заботятся потом, чтобы убрать место своего отдыха, не выкинуть мусор, не оставить его на природе, а специально отведенные места его выбросать. За часовую вылазку экологического десанта ребята загрузили целый самосвал мусора. Через три недели районная акция «Чистый берег» в Фокинском районе будет продолжена. От грязи освободят всю снежить до впадения в Десну, а также приберут берега озера Мутного. Алексей Есипенко, Виктор Левченков, Брянск.